Буран для Ермака соперник крайне неудобный. За три года встреч воронежцы победили в четырех матчах из шести, причем в основное время. Ангарчане праздновали викторию всего два раза в овертайме и по булитам. В этот вечер противостояние двух команд носило весьма жесткий характер, и только на 15-й минуте оранжевая дружина сумела забить первую шайбу. Ее заковырялась под вратаря Степан Филонов. Весь второй период и полу третьего воронежцы оборонялись и контратаковали, внося порой сумятицу в оборонное построение Ермака. На 52-й минуте Акользин грубо играет против Архипова и получает 5 плюс 20, а за разговоры с судьями наказывается и наставник ураганных. Меньше минуты понадобилось Максиму Рыбалко, чтобы завершить комбинацию товарищей убойным эйсом. Через две минуты в ворота Бурана влетают еще две шайбы с интервалом в 36 секунд. Александр Чеглинцев добил отскок, а Павел Цинков закончил разгром в большинстве 4-0. Здорово выглядели, хорошая команда соперника. По-своему могу сказать, что ребята молодцы, даже при том, что 0-4, я считаю, что достойно выглядели. Было время, наверное, за 9 минут еще что-то исправить. Этот матч наглядно показал, насколько важно уметь играть в численном преимуществе. При счете 1-0, то есть игра была туда-сюда, то есть еще, в принципе, ничего не было понятно. Но опять же, да, здорово, что забили три шайбы в большинстве. Итог победа. Установка была на игру «Победить». Завершает ноябрьскую домашнюю серию «Ермак» матчем с чеховской звездой, после которой ангарчане уезжают в далекий вояж, стартуя во втором круге. Роман Караваев. Специально для информационной программы «Местное время». Роман Караваев. Роман Караваев.